Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Бурнаульского телевидения. 22 апреля 2019 года начал свое обещание информационно-развлекательный канал Толк. Па-бам! Ну вот, да, сейчас должны быть аплодисменты. Вот, примерно такие. Все мы этого очень долго ждали. Наши партнеры, телезрители, ну и в первую очередь дружная команда Толка. Было много сомнений. Вот Евгения Даровская спросим у нее. Меня по телевизору показывают. По телевизору вас, да, покажут. Были ли сомнения, что это случится рано или поздно? Безусловно, как и все хорошее дело, все сомневаются. Но тут главное не сбиться с пути, поэтому у нас все получилось. Но всякие моменты, естественно, были. Нам казалось, что они когда, а тут сложности. Но мы шли к цели. Я надеюсь, что вы к ней пришли, нас будут видеть ура. У нас должна быть какая-то критика. И особенно к тому, что делаешь сам. Поэтому в первую очередь сомневаешься, получится ли у тебя. Как ты думаешь, у нас получилось? Я думаю, все отлично. Итак, информационно-развлекательный канал Толк – это круглосуточное вещание. Программы новостей, интервью, мнения экспертов, ну и самое главное – авторские программы. Вот Илья Кочетков. Наверняка многие его знают. Илья, расскажи, какую программу ты будешь представлять на Толке? Это будет в твоем же каком-то авторском стиле? Это будет даже две программы. Я предпочитаю рассказывать то, что я люблю и то, что я лучше всего знаю. Моя первая программа – это Барновольский хронограф, где я с чувством, с толком, с расстановкой расскажу о самых ключевых событиях истории города, в котором мы живем, и как они связаны с историей мира вообще. И моя вторая программа, она поменьше, межпрограммка – это «Красная книга Алтая». Мы узнаем о диких, исчезающих, прекрасных животных, растениях, которые у нас живут. И научимся их любить и ценить еще больше. Пользуясь случаем, представлюсь я. Меня зовут Елена Кузовкина. На страничке в социальных сетях в нашей группе мы недавно прочли сообщение, что люди меня потеряли, просят вернуть Кузовкину на экран. Так вот, говорю, что я никуда не пропадала. Я сейчас работаю в несколько иной должности, теперь я шеф-редактор. При этом я продолжаю вести новости, общаюсь с гостями в студии. И я же автор рубрики под названием «Ко мне». Ну, давайте, сейчас появится картинка. Да, спасибо. И я продолжу. Итак, в нашей рубрике мы рассказываем о животных приюта «Ласка». Рассказываем о тех проблемах, с которыми могут столкнуться люди, если возьмут животное без породы, со своей сложной судьбой. Даем мнение экспертов. Мы надеемся, что благодаря нашей рубрике животные приюта «Ласка» обретут свой дом и хозяина. Спасибо за внимание. Давайте продолжим. В концепции канала прописана целевая аудитория. Я позволю себе процитировать. Это городское население старше 30 лет. Люди с активной жизненной позиции, имеющие свою точку зрения на происходящее событие, рассчитывающие на себя активные потребители. Ну вот, кстати, вещание у нас будет круглосуточное. Чем будут заполнять 24 часа? Об этом мы спросим у главного редактора Толка Елизаветы Мансковой. Расскажите, 24 часа. Что будет в эфире? Какие программы? На любого ли зрителя рассчитаны? Конечно, для нас важны те программы, в первую очередь, которые мы делаем и мы снимаем. У нас будет несколько информационных часов, плюс тематическое вещание. Программы просветительские, социальные проекты, очень интересное интервью, программы о путешествиях, о здоровье. Ну и плюс у нас есть так называемый покупной контент. Это сериалы, художественные фильмы, мультфильмы, очень хорошее документальное кино. Я его очень люблю, поэтому рекомендую. Вот, собственно, основной контент. Ну и, пожалуй, главное, это сейчас волнует наших телезрителей. Этот вопрос нам задают в социальных сетях, где вас можно посмотреть. Сообщаем. В кабельных сетях канала уже вещает Дианет, но проще смотреть прямую трансляцию в интернете на нашем портале толкньюз.ру. И, конечно, мы надеемся на закону 22-й кнопки, на которую сможем претендовать уже в июне, после перехода с аналога на цифру. И тогда мы появимся на экранах практически всех варнаульцев. Ну что ж, я на этом прощаюсь. Я Елена Кузовкина, оператор Александр Антропов. Следите за новостями, а день проводите с толком. Продолжение следует...